Губернатор края Александр Карлин побывал с рабочей поездкой в Шипуновском районе. В центре внимания важные объекты дорожной инфраструктуры. Мосты через реки Клепечиха и Аллей. Дмитрий Гладких расскажет подробнее. Эти фотографии как напоминание того кошмара, который испытали жители Шипуновского района в апреле 2015 года, когда паводковые воды разрушили мостовое сооружение. Сейчас это место не узнать. Буквально за месяц после чрезвычайной ситуации подготовили проектно-сметную документацию, а в июне начали строительство нового мостового перехода. Для беспрепятственного проведения ускорения работ пришлось даже временно изменить направление русла реки Клепечиха. Сейчас, на июль текущего года, практически все работы по восстановлению объекта завершены. Стоимость составила 131 миллион рублей. Кто под мост будет становиться? Ну и проектировщики. Ну как проектировщики? И я. И я. Как заказчик. Я обязательно. Я готов с ними стать. Это очень хороший подрядчик. Вы не торопитесь. Вы мне понадобите еще на другие мосты тоже. Помимо осмотра строительства, губернатор посетил новый микрорайон в райцентре Шипунова. Из 100 участков 47 уже принадлежат хозяевам. В их числе многодетные молодые семьи. Микрорайон полностью подготовлен к застройке. Подключены электроснабжение и водопровод. В ближайшее время завершат работы по строительству сетей связи. В шаговой доступности находятся современные детские сады, школа. На обустройство микрорайона направлено 238 миллионов рублей. Работы на сумму 169 миллионов уже выполнены. Еще один социально значимый объект, который осмотрел губернатор – мост через реку Аллей. Еще до начала работ для пропуска транспорта здесь построили временную объездную дорогу. Графики работы выполняются в срок, даже с небольшим опережением. Строго мы говорили и будем говорить с теми, кто ответственен за гидросооружение. Это организация, подчиненная федеральному центру. А что касается дорожных строителей, мостов строителей, мы им говорим спасибо за то, что они выполнили срок, большой объем работы с высоким качеством. О комфортности бытовых условий Александр Карлин поинтересовался у бойцов строительного отряда «Аграрник». Студенты Аграрного университета, которые помогают мостов строителям, подтвердили – в быту и в работе все на самом высоком уровне и не вызывает нареканий. Движение по мосту через реку Аллей должно возобновиться 1 сентября. Дмитрий Гладких, Алексей Шаульский. Новости.